Адювантная лекарственная терапия. Вроде, казалось бы, мы все про это знаем, это уже тысячу раз обсуждалось, куча конгрессов, все вроде понятно, но тем не менее, когда я думал, как подойти к этому вопросу, чтобы посмотреть на ситуацию в нашей стране, то не мог, конечно, обойтись без демографии и не мог обойтись без заболеваемости в нашей стране и сравнения с Соединенными Штатами Америки. Почему? Потому что мы берем зачастую те исследования, которые есть за рубежом и экстраполируем их на наши данные. Ну вот я взял, просто выписал и сравнил то, что у нас было в 2017 и 2007 годах. Как менялась структура и вообще, как много женщин болеет раком молочной железы. Если мы посмотрим, то у нас значительный рост в 2017 году по сравнению с 2007, рост рака молочной железы как такового. Это просто физические цифры заболевших женщин раком молочной железы. Особенно это ярко выражено у больных старше 50 лет. Это стадийность. Мы видим, что основные стадии все-таки приходятся. Это на операбельные стадии. И как раз здесь, вот в этой группе старше 50 лет и находятся женщины, у которых гормонопозитивный ХЕР2 негативный рак. Вот так это выглядит с точки зрения просто столбиков. Насколько выражено идет рост заболеваемости рака молочной железы. А это просто в абсолютных цифрах и плюс 36%. Это рост заболеваемости. С 68 грубой цифры заболеваемости до практически 90 на 100 тысяч населения. В этой группе, учитывая, что это в основном женщины с локальной стадией рака молочной железы, наша цель, конечно, это излечение. Но вот только некоторые проблемы, которыми мы сталкиваемся в нашей практике, когда мы думаем о том, что делать, перенося данные зарубежных исследований на нашу жизнь. А вообще много ли в России иллюминального А рака молочной железы? Вот в реальной практике, когда нет скрининга, получается довольно мало. То есть тех вот менее 10, 14 или 20% КИ-67, Грейт-1, они почти не встречаются. Дольковый рак, который является одним из биологических прототипов, настолько ли он благоприятен, как иногда нам кажется, что он есть. Часто ли вообще у нас ХЕР-2 негативный, люминальный Б? И вообще в последнее время у меня ощущение складывается, что очень много больных с агрессивным вариантом гормона позитивного рака, у которых Грейт-3, очень высокий КИ-67, и очень непредсказуемое течение болезни. И что с этим делать? Ну, уговорили меня, так сказать, поучаствовать в голосовании. Давайте попробуем первый вопрос поставить. Я его сделал очень простым. Какой вариант адювантной гормонотерапии выбрать при дольковом раке молочной железы? Как вы думаете? Индибитор ароматаза. Ну, здорово. Пойдем дальше. И вот что получается. Что в западных исследованиях за счет большой доли ранних стадий, люминального А, так проводится скрининг, результаты выживаемости очень хорошие. И эти результаты, они в общем-то, так как больные объединяются вместе, они дивелируют ту группу люминального Б, ХЕР-негативного, то есть агрессивных стадий, которые просто растворяются. А мы-то как раз имеем дело чаще именно с этими больными. Ну и еще о ролике 67. Его роль, на многих взгляд, несколько преувеличена. Конечно, этот маркер надо определять, но он не является единственным маркером, который должен определять судьбу пациентки. И вот если мы посмотрим Америку, 250 тысяч больных в год заболело в 2017 году. И посмотрите раков ин-ситу, 63 тысячи. Вы увидите, что в России всего 1 тысяча. То ли биология такая, то ли скрининг. Трудно сказать. И заболеваемость, она гораздо выше, чем в Российской Федерации. И она вроде бы по грубым цифрам растет, а по стандартизованным цифрам она стабильна. Вопросы, которые есть. Очень много вопросов по лечению. Какую схему выбрать, с какого возраста, нужно ли блокировать яичники 5, 7, 8, 10 лет адювантной терапии ингибиторами ароматазы. Нет ответа. А наша задача снизить риск, понимая, что доля каждого из методов, которые мы применяем, она в общем-то не огромна. То есть мы имеем множество методов, соединяя их между собой, мы повышаем шансы женщины на выздоровление. Ну вот на что мы опираемся. Самые такие простые клинические и морфологические критерии. Ну и начнем с гормонотерапии. Роль гормонотерапии очевидна. Это цифры по тамоксифену. Мы видим, что если просто тамоксифен по сравнению с ничего не деланием, это плюс 10% в среднем. Если мы берем у больных, которые 10 лет получают тамоксифен, и в зависимости от степени экспрессии гормональных рецепторов, мы понимаем, что чем выше экспрессия, тем больше роль тамоксифена, ну и, соответственно, гормонотерапии. В зависимости от надального статуса роль гормонотерапии фактически не меняется. А с химиотерапией, так как они немножко перекрещиваются, то роль гормонотерапии снижается. А может быть, это роль химиотерапии снижается. Или это просто наслоение двух методов. То есть здесь уже мы находимся в такой немножко плавающей ситуации. Если мы берем тамоксифен не 5 лет, а 10, сегодня это доказано, тамоксифен 10 лучше, чем 5. Но это в основном проявляется после 10 лет. Уже те женщины, которые переживают и переживают без прогрессирования, они реже метастазируют после 10 лет, если получают тамоксифен именно 10 лет, а не 5. Роль ингибиторов ароматазы. Дельта не очень большая. Плюс 4% на круг, на всех. А в выживаемости вроде бы даже и совсем небольшая. Но так ли это на самом деле, если мы посмотрим по подгруппам? Если мы возьмем исследование БИГ-1 и посмотрим в зависимости от того, какие были гистологические типы, иллюмиальный А или иллюмиальный Б под типы рака молочной железы. Здесь сравнивался тамоксифен или трозол. Что мы видим? Что дольковый рак был не такая уж маленькая доля. И среди долькового были люминальные А, и среди протокового был люминальный А и люминальный Б. И дальше посмотрим роль при люминальном А. И мы увидим, что тамоксифен существенно хуже как раз при дольковом раке по сравнению с недольковым раком. Мы видим, что при люминальном А что тамоксифен, что ингибиторы ароматазы равноэффективны, если это недольковый рак. Если мы возьмём люминальный B и посмотрим, то тут как раз картина меняется. Мы видим, что при люминальном B ингибитор ароматазы существенно эффективнее независимо от гистологии и при люминальном A, и при люминальном B. И тамоксифен существенно хуже, особенно при дольковой гистологии при люминальном B. Таким образом, получается, что тамоксифен имеет равную эффективность с ингибиторами ароматазы только у больных с протоковым раком с люминальным A. Все остальные так или иначе выигрывают от применения ингибиторов ароматазы. Ну вот, я попробовал сформулировать основные принципы, что адювантная гормонотерапия тамоксифеном и ингибиторами ароматазами эффективна в любых группах, но эффективна ингибитор ароматазы при люминальном B. Если мы выбрали тамоксифен, то это, конечно, 10 лет. Неясно пока ситуация с ингибиторами ароматазы, нужно ли их более 5, 7, 8 или 10, ну а при дольковом раке ингибиторы ароматазы существенно более эффективны. Примена пауза, как здесь быть? Здесь было два исследования, text and soft, я на них сильно долго останавливаться не буду. Мы видим, что на общую группу картина не очень здорово выигрывает ингибитор ароматазы по сравнению с тамоксифеном. Но если мы посмотрим по подгруппам и увидим тех пациенток, которые не получали химиотерапию в адюванте, учитывая их благоприятный профиль болезни, мы видим, что, во-первых, у них средний возраст, 46 лет, и здесь одинаковая эффективность тамоксифена вне зависимости от блокирования яичников и применения ингибитора ароматазы или тамоксифена. Но если мы возьмем тех женщин, которые врачи назначили химиотерапию в виде агрессивности болезни, то выяснится, что, во-первых, они моложе, и, во-вторых, здесь уже есть существенная разница, и мы видим ингибитор ароматазы в комбинации с супрессией авариальной функции 86% против 78% 5-летней выживаемости, что существенно важно, и особенно это ярко выражено у женщин младше 35 лет. Таким образом, на сегодняшний день, если мы назначаем химиотерапию по клиническим показаниям, по морфологическим показаниям, то эндокринотерапия тоже должна быть максимально эффективна. И наоборот, если мы считаем, что химиотерапия не нужна из-за благоприятности опухоли, то и тамоксифен тоже хорошая опция у этой когорты женщин. Теперь перейдем к адювантной химиотерапии. Роль адювантной химиотерапии понятна. Это на всю группу, это Оксфордский метаанализ, мы видим, что у женщин моложе, роль химиотерапии выше, у женщин, которые старше, роль химиотерапии ниже. У женщин, у которых N-позитивность, чем больше N, тем больше роль химиотерапии. Это и у молодых женщин, и у старшей возрастной группы, хотя магнитуда пользы от химиотерапии, она снижается. Теперь возьмем гормонопозитивные и гормононегативные. Конечно, у гормононегативных женщин роль химиотерапии выше, у гормонопозитивных она ниже, но тем не менее она сохраняется и там, и там, в какой-то степени, конечно, перекрещиваясь из гормонотерапии. Монотерапии. Добавление антрациклинов по сравнению с СМФ на несколько процентов, но увеличивает эффективность. Такая же приблизительно картина с добавлением токсанов. Таким образом, мы выходим на то, что у нас есть антрациклины, токсаны как наилучший вариант, как минимум при агрессивном варианте рака молочной железы. Ну и основные схемы, которые мы сегодня имеем, это схемы антрациклины, токсаны, последовательные схемы, либо одновременно, что на сегодняшний день уже гораздо меньше применяется ввиду токсичности. Ну и возможные варианты безантрациклиновые или с уменьшенным количеством циклов химиотерапии у пациенток СН0. Ну вот если мы посмотрим 4TC против 4AC, то мы видим, что 4TC несколько более эффективно. То есть если мы выбрали ограниченное число циклов, то лучше выбрать тогда безантрациклиновый режим, потому что он менее токсичен и более эффективен. Если мы посмотрим 4TC против антрациклин, токсан последовательного режима, мы видим, что это мало отличается, хотя польза вроде бы есть. Но посмотрим по подгруппам, мы видим, что от добавления антрациклинов выигрывают только те больные, которые N-позитивны. А те больные, которые N0, мы можем оставить 4 цикла доцитоксел и циклофосфан. Еще одно очень интересное исследование, план B, в котором сравнивалось 6 курсов доцитоксел и циклофосфан против стандартного варианта последовательной адювантной химиотерапии. Что можно сказать? Что оказывается 6 курсов безантрациклинового режима не хуже, чем последовательный режим 4 эпиробицин, циклофосфан и затем 4 доцитоксел. То есть у нас есть еще одна опция. Добавляем плюс 2 курса, как минимум у N-позитивных больных, мы эту проблему так или иначе закрываем. Доза интенсивность. Важна ли она или нет? Это метаанализ, который был опубликован в апреле этого года. Мы видим, что на всю группу больных, проанализированных, это более 32 тысяч больных, мы видим, что дельта пользы от дозы интенсивной химиотерапии, она в общем-то неплохая. Мы имеем еще один шажочек вперед, еще где-то 3% преимущества. Если мы посмотрим среди гормонозависимых женщин, то в общем-то это тоже сохраняется. Где-то 3%. То есть, как минимум, еще несколько процентов людей мы можем спасти благодаря интенсификации лечения, если видим агрессивность этой опухоли. Ну и нужна ли химиотерапия при дольковом раке? Вот давайте зададим еще один вопрос через наше голосование. Попробуем обновиться. Обновилось. Какое... А, еще время, да, тут просто мало людей. И тем не менее, мы видим, что большинство все-таки отвечает, что химиотерапия при дольковом раке нужна. Мы... Так, перескочила. Куда она перескочила? Спасибо. На что мы вот опираемся сегодня, да? Это на индекс пролиферации, как суррогатный маркер. Можем использовать ДОСДЕНС. Мы должны деэскалировать лечение у тех, у кого можно деэскалировать. Ну и различные калькуляторы, да? Ну и вот посмотрим, нужна ли адювантная химиотерапия у больных с дольковым раком. Это большущее французское ретроспективное исследование, где они собрали всех женщин, которые получали адювантную химиотерапию при дольковом раке или не получали. И мы видим, что выживаемость без прогрессирования десятилетняя у тех, кто получали 90% по сравнению с 66% там, где не получали. Конечно, это ретроспективное исследование, это не проспективное исследование. Можно его критиковать, что там были больные, более возрастные и так далее. Но, тем не менее, тренд очевиден. Сегодня не надо отменять больным, у которых есть черты неблагоприятного прогноза с дольковым раком, адювантную химиотерапию. Хотя нам всем кажется, что она плохо работает, тем не менее, она работает. И в адюванте может избавить их от микрометастазов или, по крайней мере, передвинуть их на потом. Еще где идет сегодня поиск? Ну, это поиск каких-то генных панелей, онкотипс ДХ-21, попытка деэскалировать. Мы видим, какие потрясающие прямые выживаемости мы можем получить. Получаются ли вот эти вот прямые выживаемости сегодня на нашей популяции? И в связи с этим я еще раз хочу вернуться к демографии и сравнить нашу страну и США, и сравнить заболеваемость и смертность, которая была в 2007 и в 2017 году. Ну вот здесь я специально привел это женское население старше 25 лет, потому что рак молочной жизни до 25 лет встречается все-таки казуистически, крайне редко. Это вот просто количество женщин, это количество женщин красненьким старше 25 лет, а вот это вот количество заболевших в Соединенных Штатах и в Российской Федерации. А это количество раков ин ситу в Соединенных Штатах, ну и 1033 зарегистрировано в Российской Федерации. Может быть что-то недосчитали, но все равно речь идет о более чем в 60 раз разнице. Заболеваемость грубая среди женского населения в два раза в Российской Федерации меньше, чем в США, и более чем в два раза, если мы берем стандартизованную заболеваемость. А теперь посмотрим смерти. Сколько женщин умерло в США и сколько умерло в Российской Федерации в 2017 году от рака молочной железы, мы видим, что в Российской Федерации женщин, понятное дело, умирает меньше, потому что заболеваемость, она у нас все-таки меньше. Но важно другое, что и грубая, и стандартизованная смертность женского населения, она у нас меньше, чем в США. То есть, возможно, те продвинутые стадии, которые у них все равно существуют, но разбавляются теми индолентными стадиями, которые есть и делают формально прямые выживаемости, у нас на самом деле цифры, может быть, несколько более честные. То есть, те раки, которые мы выявляем по-настоящему, которые, собственно, раки, а не которые выявлены с помощью скринга, и вносят вот тот реальный вклад, который существует. Ну, и я попробовал сделать свои выводы просто по нашей стране, касаясь вот этой всей проблемы и заболеваемости, и смертности. Мы видим, что количество женщин старшего возраста за 10 лет у нас практически не выросло. 8% плюс Крым, но в целом не настолько много. А заболеваемость выросла, количество заболевших выросло аж на 36%. Доля рака инсита у нас ничтожно мала, но от этого рака, собственно, и не умирают, по давляющей большинстве, может быть, его и не нужно выявлять в таких диких количествах. В стране, где нет массового скрининга, по всей видимости, основная причина смерти и основная причина наших успехов или неуспехов, это то, что мы имеем на сегодняшний день с лечением. И так как рак молочной железы – это, в общем-то, болезнь небыстрая, то мы в 2007 году имели цифры тех заболевших на самом начале нулевых, либо в конце 90-х, а в 2017 мы имели цифры пациентов, которые уже заболели в конце нулевых и начале десятых. И поэтому, что я вот для себя какой делаю вывод? Что за это время значительно улучшилось все-таки качество лечения в нашей стране. Можно ругаться сколько угодно, но, тем не менее, по всей видимости, этот факт. За это время все-таки удалось внедрить адювантную химиотерапию, и даже при первой стадии и при ранней второй стадии, чего не было в 90-х и в начале нулевых годах, стал доступен тростузумаб, но самое главное – стали доступны ингибиторы ароматазы, стали доступны токсаны, которых не было, и мы стали их использовать в адювантной терапии. Конечно, мы стали лучше лечить и метастатический рак, это безусловно, но мне кажется, что как раз роль адювантной терапии у этих женщин, она, наверное, максимальна. Ну, конечно, есть куда двигаться, мне не до конца понятно. Причина такого колоссального роста заболеваемости, возможно, это изменение структуры питания, может быть, каких-то других причин, но, тем не менее, я думаю, что переход на западную модель жизни и приводит к росту рака молочной железы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Данил Львович. У нас есть возможность задать вопросы. Владимир Федорович. Коллеги, у кого-нибудь есть вопросы? У меня все-таки вопросы. 36% увеличения заболеваемости – это много, действительно, это много. И я понимаю, изменение питания, поведение, все здорово. Но, может быть, все-таки мы имеем дело с, ну, если не скринингом, то ранним выявлением, и, может быть, все-таки, условно говоря, знания женщин о раке молочной железы стали больше и больше. Стадийность не изменилась по годам. Я просто, ну, это были только перегруженные слайды. Процент стадий изменился совсем чуть-чуть. То есть, ранние стадии не выросли по сравнению? Ну, выросли. Чуть-чуть. То есть, это не могло привести к такому драматическому изменению количества заболевших. Плюс 20 тысяч за 10 лет. И вопрос. Наличие метастаза у женщины в подмышечно-лимпатический узел. Двух. Давайте усугодим. Гормонозависимая. Люминальная портрет женщины, которой вы назначите химиотерапией. Молодая женщина, я назначу химиотерапией. Спасибо большое. Леший Михайлович, минуточку. Данил Ильич, еще один вопрос, я прошу прощения. Как раз я и показал в самых первых слайдах, что это как раз женщины старше 50 лет. Есть рост и в молодом сегменте тоже. Просто он не такой значительный. Почему я опирался на демографию? Потому что мне дали рассматривать вопрос именно гормонопозитивный рак. А все движение как раз и происходит. Весь вклад и в заболеваемость, и в смертность. Именно такой ключевой мейджор. Как раз в этой возрастной группе. Старше 50 лет при гормонозависимом раке. Потому что трижды негативный и хер позитивный, все-таки они моложе немножко. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.